Продолжение следует... 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 как это делается. Значит, первое, что нам необходимо, это титульный лист. Титульный лист мы с вами помещаем на именование организации, где мы работаем. Дальше, указание предметной области или области музыкального искусства. Вот эту информацию по предметной области и по области музыкального искусства мы берем с вами из федеральных государственных требований и из федерального государственного образовательного стандарта, в зависимости от того, по какой программе мы работаем с вами. Индекс дисциплины, в соответствии с ГОС и ПБТ, мы берем из примерного учебного плана. Тема урока – отделение, класс, фамилия, отчество, преподавателя. Это у нас включает дипломеризм. Могу переключать дальше? Я вам сейчас покажу все это. Сначала я вам расскажу, с чего состоит эта психологическая карта, а потом покажу, как она заполняется. Могу дальше переключать? Второй пункт технологической карты – это цели и задачи. Мы все с вами знаем, что любой урок содержит цели и задачи. По-другому это называется методическая цель. Методическая цель, она отражает основную методику проведения урока. И, соответственно, выбирая цель, мы выбираем с вами материал, дидактический материал, теоретический материал и различные формы приема и метода работы разрабатываем для того, чтобы достигнуть результата по итогу. И пример формулировок я вам здесь представляю. Методические цели, они различные бывают. Мы можем с вами прорабатывать на уроке методы приема работы над темой. Можем отрабатывать с вами организацию методов работы на уроке. Или отрабатывать применение какого-нибудь приема или средств обучения. То есть здесь приемы формулировок я набросала, то есть самые-таки основные, на которые можно обращать внимание. Реализовывать, транслировать, транслировать метод технологии, познакомить слушателей и так далее. И каждая подробная расписка. Если реализовываем, то реализовываем подход, реализовываем принцип, реализовываем проверку и так далее. Идем дальше. Не могу дальше переключить. Третий пункт технологической карты – это тип урока. Мы с вами знаем, что у нас их пять. Все они должны соответствовать ГОСТу. И давайте мы вспомним, за что каждый урок отвечает и как они называются. Все мы, ну, их, конечно же, все знаем, но еще разочек для того, чтобы иметь представление о карте. Итак, первый тип урока – это урок изучения и первичного закрепления новых знаний. Он делится на определенные этапы. То есть есть определенная структура урока, что зачем следует. И здесь эти этапы разделяются. Это начало урока организации, проверка домашнего задания, если есть. Подготовка учащихся к подаче нового материала, объяснение нового материала, первичное проверка освоенного материала, первичное закрепление материала, контроль и самопроверка, подведение итогов урока и информация о домашних заданиях, если есть. Второй тип урока – это урок закрепления знаний и умений и навыков. Тоже имеет свои этапы, делится там. Есть проверка остаточных знаний, определение границ практического применения знаний, пробное применение знаний и умений и навыков, короткая аббревиатура «ЗУМ» и практические знания по применению «ЗУМ» – знаний и умений и навыков. Третий урок – комбинированный. Тоже, пожалуйста, обратите внимание на этапы. Выполнение заданий необходимых для практического применения, обобщение и структурирование знаний и способов деятельности, усвоение материала на применение знаний и умений и навыков, применение знаний и умений и навыков в новых условиях, контроль и самоконтроль «ЗУМ» знаний и умений и навыков. Четвертый урок – урок обобщения и систематизации. Здесь он предполагает обеспечение учебными наглядами пособий, демонстрационных материалов. Одним словом, проверка, насколько учащийся воспринимает, или воспринял и усвоил информацию, которую имеет. И пятый урок контрольный. Контрольные уроки бывают трех уровней. Первый уровень – помнил, запомнил, воспроизвел. Второй – помнил, запомнил, воспроизвел, применил. И третий уровень – владеет знаниями и может самостоятельно применить их в новых условиях. Дальше переключаем. Следующий пункт технологической карты – это методы и формы обучения. Мы с вами знаем эти три вида. Это наглядные. К наглядам относятся слуховое просмышивание, двигательное жестикулирование, зрительное просмотр. К словесным относятся рассказы, беседы, комментарии. И практически – это программирование. Идем дальше. Следующая форма организации обучения. Тоже мы знаем обо всем этом, просто напоминаем еще разочек себе. Форма организации – это вид занятий. Это может быть урок, может быть лекция, контрольное занятие. Форма бывает индивидуальной, бывает групповой. Групповая форма подразделяется на фронтальную. Когда преподаватель взаимодействует сразу со всеми учащимися, ну, например, опроса каждого. Коллективная – вместе, например, пишут какую-то самостоятельную работу. И парное обучение. Выполнение действия сочетается двумя учениками. Форма обучения также бывает аудиторной, внеаудиторной, властной, вне пластной. То есть они связаны с местом проведения занятий. Идем дальше. Пятый пункт. Основные понятия и термины. На уроке мы выполняем два варианта работы с терминами. Это учитель дает определение понятия. А второй – учащийся самостоятельно дает определение понятия. Они или ищут это в словаре, или пользуются другими образовательными ресурсами. Шестой пункт карты – это образовательные ресурсы. Это вся документация, все виды ресурсов, которые мы используем для того, чтобы подготовиться к нашему уроку. И мы, естественно, их все обязательно отмечаем в технологической карте. Это могут быть печатные издания, электронные издания и ресурсы в сети интернет. Мы знаем, что на разных этапах урока используются материалы, которые помогают нам решать различные задачи. Это могут быть и пособия наглядные, это могут быть и рабочие какие-то тетради, это могут быть дидактические какие-то карты, схемы, да, или может быть видео и аудиоматериал, который мы даем прослушать учащемуся во время исполнения произведения. Седьмой – это наглядно-демонстрационный материал. Все наглядные методы можно отделить на три больших буквы. Метод наблюдения, иллюстративный, демонстрационный. Восьмой пункт – материально-техническое обеспечение. Ну, здесь ничего нам не нужно дополнительно придумывать, искать, потому что все материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оно прописано в федеральном государственном стандарте, поэтому эту информацию мы берем сразу оттуда. Ну, и последний пункт, наверное, самый сложный – это планированные образовательные результаты. Сложно почему? Потому что очень сложно это сформулировать, вывести в какую-то одну общую фразу, подвести как бы сразу итог заранее. В АВГОСе и в ПГТ представлены требования к планированному результату, мы знаем с вами, да, если читаем федеральный стандарт, то там требования к результатам по каждой дисциплине прописаны. Но образовательные учреждения все равно формулируют их по-своему, потому что специфика каждого образовательного учреждения, она отличается. Поэтому организация берет на себя, так скажем, задачу переформулировать на основе федеральных государственных требований. Выделяют три основных типа – предметные, метод-медметные и личностные. Вспомним, давайте с вами, за что каждый отвечает. Личностные – это система духовной ценности. Предметные – это результаты в процессе обучения, дисциплины. И мета-предметные – это результаты знаний, умений и навыков, которые учащийся может применить при обучении и вне учебы. Ну, вот мы с вами, собственно говоря, прошли все эти пункты. Теперь давайте попробуем мы запомнить с вами все это. По основу, что я взяла за основу? За основу я не стала выбирать какой-то определенный предмет. Я взяла прямо нашу сегодняшнюю с вами встречу и представила, что это у нас сегодня с вами открытый урок. И обозначено, что открытый урок у нас с вами называется «Опыт практических результатов профессиональной деятельности». И мы прямо сейчас на основе вот этой с вами нашей встречи попробуем составить карту технологическую. Начинаем мы с вами с титульного листа. Метапредметные результаты тоже делятся на регулятивные, познавательные и коммуникативные. Переключаем дальше. Итак, титульный лист. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение. Это наименование. Новосибирская специальная музыкальная школа. Дальше. Я беру из федерального государственного образовательного стандарта наименование специальности. Специальность 530204. Локальное искусство. Дальше. Технологическая карта открытого урока по профессиональному модулю 02. Междисциплинарному курсу 0202. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Тема «Опыт практических результатов профессиональной деятельности». Открытый урок. Преподаватель маконного отделения. Идем дальше. Цели и задачи. Деятельность педагога. Цель какая? Познакомить преподавателя с формами транслирования. Опыты практических результатов своей профессиональной деятельности. Дальше. Продемонстрировать методы приема форм организации методической работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. и требованиями государственных занятий. Апробировать метод. Ну вот сейчас мы будем с вами пробовать, да, апробировать этот метод. Отработать методику применения полученной информации для разработки составления технологической карты. Ну вот с чем мы, собственно, занимаемся сами. Второй пункт. Тип урока. Я выбрала тип урока. Урок изучения и первичного запрещения нового знания. Первый пункт, самый самый урок. Форма наша, методы и формы коллективная, наглядная, словесная. Дальше. Основные понятия и термины, которые я применяю, да, в работе. ГОСП, ПГТ, ПОП, дополнительная предпрофессиональная образовательная программа, федеральный закон, универсальные учебные действия УДН, технологическая карта. Переключай дальше. Образовательные ресурсы. Я пользовалась интернет-ресурсами к подготовке к этому занятию, да, я пользовалась федеральным кварталом системы образования в сфере культуры и искусства, ссылку прилагаю. Пользовалась методической работой Минчиновой Татьяны, ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов, ссылку прилагаю. Гатлхакова, методическая работа с терминами и понятиями на уроке, и конструктор урока, тоже ссылку прикладываю. Дальше идет пункт нагляда демонстрационных материалов. Иллюстративно-демонстрационный. Материально-техническое обеспечение. Компьютер, интернет, веб-камера, наушники, микрофон. Все, что необходимо. Сюда можно еще добавить интерактивную доску. Ну и планируемые образовательные результаты. Личностные, предметные и метопредметные. Личностные. Ну это глобально, масштабно. Мы с вами понимаем, что это тот пункт, который раскрывает общие формулировки. Сформировать мотивацию к получению новых знаний, активировать слуховую и аналитическую деятельность при решении профессиональных задач. Предметные. Сформировать понимание необходимости в организации металлические деятельности. Проанализировать возможности применения полученных знаний педагогической деятельности. Сформировать представление о составлении движения методического управления для транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности. Очень замудрен. К сожалению, этот пункт предполагает глобальных формулировок. Метапредметные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, я разделила. Познавательные – научиться формулировать познавательную цель, структурировать знания, устанавливать причину-следственную связь, сравнивать, строить логическую цепочку рассуждений. Коммуникативные – научиться слушать и понимать оппонента, уважать в общении сотрудничества, как оппонента, так и самого себя. не создавать конфликты в спорных ситуациях, задавать вопросы, адекватные данные ситуации, принимать помощь коллегам. Регулятивные. Научиться формулировать учебную задачу на основе полученной информации. Контролировать собственную деятельность, осуществлять самопроверку. Идем дальше. Ну, хочется сказать, что увертюра, то есть начало технологической карты, у нас закончилось. Сейчас начинается непосредственно строение урока. То есть это то, что мы с вами прошли технологию, что это была подготовка, то есть это был рассказ о нашем своем уроке, а сейчас будет уже непосредственно сам урок. Что хочется сказать, я его тоже поместила в таблицу, но каких-то определенных регламентов и каких-то определенных требований по составлению плана урока нет. И организации, они, каждая организация, ну, самостоятельные требования будут в этом отношении предъявлять. Поэтому план урока можно записывать тезисно, да, просто на листочке в свободной форме. А можно так же, как я, например, их поместить в таблицу. Ну, для того, чтобы нам удобнее было с вами ее воспринимать в таблице, таблица разделена на 7 стопцов. Это все универсальные учебные действия. Первый – это этап урока. Дальше – это дидактические материалы, которые нам понадобятся. Во время этого этапа – деятельность учителя на этом этапе, деятельность обучающихся, форма организации взаимодействия на уроке, универсальные учебные действия и промежуточный контроль. Я выбрала с вами, помните, да, первый тип урока – это организационная структура ПАП-ГОС. Помните, это первичные знания, новые знания, да. Еще разочек я для вас перечисляю этапы урока, да. Посмотрите, пожалуйста, подробно, за что каждый отвечает. Организационная структура ПАП-ГОС, помните, это первичные знания, новые знания, да. Но когда начинается, главное, старый технологический, чтобы не было никаких вопросов, никуда не обращаться дополнительно, ничего не искать, а просто четко понимать, за что каждый пункт этот отвечает. Первое – организационная – это начало, да, организация, подготовка к обучению. Дальше – планирование проведения урока, актуализация знаний, определить опорные знания для дальнейшей работы, открытие нового знания, установить результативность освоения материала и провести коррекцию, если это необходимо, обеспечить запрепление знаний, домашнее задание, если есть, и последний пункт – это рефлексия, то есть опрос по YouTube, да, что осталось, что еще необходимо доработать дальше. Ну, опять возвращаемся к организационной структуре урока, да, у нас здесь есть акции. Еще раз учите, да, и я прямо сейчас вам покажу, покажу. Уже не буду вам озвучивать это, да, просто мы сейчас прочитывать будем, да, знакомиться, и все. Итак, первый этап – организационный. Все-таки по-первыху пройдусь, а дальше так все равно посмотрим. Итак, организационный. Значит, какие нам понадобятся дидактические материалы к этому этапу? Ну, никаких. Нам только нужно психологически подготовить слушателей, да, то есть эмоционально и психологически подготовить их. Что делает в это время учитель? Примерственное слово, вступительное слово. Учащиеся слушают, готовятся к получению информации. Форма организации словезная, коллективная. Универсальные действия. Личностно-регулятивные. Личностные. Принимать и осваивать социальную значимость предметно-исследовательской деятельности. И регулятивные. Регулировать свои действия. Прогнозировать деятельность на уроке. Напоминаю вам, что мы сейчас вписываем вот в этот план урока, мы вписываем сегодняшнюю нашу встречу. Поэтому вот принимать и осваивать социальную значимость предметно-исследовательской деятельности. Идем дальше. Постановка целей и задач урока. Опять у нас компоненты не присутствуют. Деятельность учителя, транслирование целей занятия, первичное знакомство с формами организации и методической работы в соответствии с ГОСОПГТ, деятельность учащихся слушателей, форма организации повестная, универсальные учебные действия. Идем дальше. Актуализация знаний. Здесь уже присутствует наглядно-демонстрационный материал. И деятельность учителя уже словесная, административная. Транслирование материала, помогающего в определении существующих знаний и умений для дальнейшего усвоения нового материала. То есть перед тем, как приступить к составлению технологической карты, мы сначала с вами вспомнили все составляющие, и только после этого приступили. Деятельность учащихся слушателей, форма организации коллективной, и так далее. Личностные, познавательные. Следующий этап. Первичное усвоение нового знаний. Тоже идет распределение по таблице. Следующий этап. Первичная проверка понимания. Во многих планах уроков еще вписывается время. То есть количество времени, сколько тратится на каждый этап. Я думаю, вы тоже с этим знакомы. Вы помните, что 5 минут, 15 минут, 10 минут, тоже вписывается для понимания. Следующие первичное закрепление. И рефлексия. Все. Технологическая карта заполнена. Вот эту технологическую карту мы предоставляем с вами в методический кабинет. И после проведения мероприятия, комиссия, которая присутствует у нас с вами на этом мероприятии, она пишет против. С оценкой рекомендации, если есть замечания. И вот эта технологическая карта, рецензия вашего открытого урока, они все прикрепляются к документам при прохождении аттестации. Мы, наверное, проходили уже, кто-то из вас уже проходил аттестацию, помните, что к каждому пункту прикрепление идет документов, да? Вот как раз и так. Это то, что касается открытого урока. Есть ли у вас вопросы? Идем дальше. А в комиссию подаешь методическую, это куда, в школьную? Или в зависимости от цели. Если вы просто проводите открытый урок для коллег, то вы можете к замкафедре отнести или к методическому кабинету, который за это отвечает. Если же у вас цель стоит как раз перед аттестацией, это сделать для подготовки к аттестации, тогда имеет смысл отдать человеку, который непосредственно курирует вас при аттестации, который занимается вашей подготовкой, да, 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 да. И к ней обращаться. Который скулировать сможет. А? Который скулировать сможет. К каждому, у каждой организации прикреплен. Вы это можете узнать, когда заполняете, то есть когда начинаете подготовку документов. Ну, это сложно, конечно, договориться. У нас, например, нет миссионического кабинета, у нас нет зала, что у нас один директор. А как вы узнаете? А? А как вы узнаете о том, что вам пора проходить аттестацию? Ну, она дает. Деревна? Да, ну я сама контролирую. Ну, дается же какой-то определенный набор документов, которые вы должны заполнить для прохождения аттестации. Правильно? То есть она дает? Нет, я сама поезжала в институт, переподготовки дала. Это значит, его, значит, это в институте проходит. Ну, что, чтобы нам рецензию получить на методическую работу, мы сами еще куда поехать, там вот тоже вот в Вордуновой или там еще к кому-то, у нас никто за нато к нам не пьет. Никто не курирует. Ну, вот открытую. И в этом сложности возникают. Ну, вот открытую. Это самая вещь у человека, который тебе напишет. Ну, а давайте так, вы рассматривали. Вот вы проводите открытую. Вы же приглашаете кого-то на этот открытую? Только коллеги, да. Но коллеги могут же написать рецензию на метод. Ну, да. Вы тоже можете применить. Нет, я прикладывала недавно. Совершенно верно. Вы тоже можете эти рецензии применять с коллегами. У нас, знаете, такой бардер. Это методическую работу, нет? Методическую работу? Да. Методическая работа – это немножко другое. Это не открытый урок. Она немножечко другое. Мы сейчас пройдем. Но методическую работу не надо никому. А, вы имеете ввиду рецензию на методическую работу? Ну, это, конечно, да. Это тут договариваться нужно с коллегами, да. Но, насколько я знаю, методическая работа не всегда требует рецензии. Она может быть просто представлена как методическая работа. Смотря какая методическая работа. Но вот если она присутствует, это в зависимости, я вам так скажу, что, наверное, это в зависимости от организации, учреждения, где мы работаем с вами. Потому что требования тоже предъявляются разные. Кто-то требует методическую работу, а кто-то самому пахнет, что это методическая работа и есть. И не прилагает никаких проблем. Еще вопрос. Есть ли это не только программа, а и культуровка? Получается, еще разочек, да, получается, что технологическая карта, она вот по ВГОСу, то есть определенные требования по составу этой технологической карты. То есть это вот и наша с вами увертюра, куда мы вводили методические цели, да, она должна быть обязательной. А вот план урока, вы можете тезисно, как вам удобно его располагать. Да, то есть получается, что описание урока должно быть согласно ВГОСу, а содержание урока вы можете самостоятельно, как вам удобно его делать. Я просто его поместила в таблицу, чтобы удобно было распределять, понятно было в таблице. А, наверное, сейчас смысла нет, защищайте категорию. У нас, у меня вот высшая категория несколько раз уже, да? А у сторожа 13 тысяч ставка, у меня 11. Ну это, к сожалению, вы понимаете... Ну, город вообще бедный несчастный. Ну тут это еще, знаете, такой... Сейчас же она обещает дискуссию. А тут учитель обещает же, что обещает? А как вам? Со студентами. Я не знаю. Не знаю. Со студентами у меня дисциплина, учебно-методическое обеспечение, учебного процесса, и мы с ними там, я их учу, как составить календарно-экспектические планы, как ориентироваться в рабочей программе, как ориентироваться в федеральный государственный стандарт. И вот мы приступили к составлению критерий оценок. Критерий оценки – это очень сложная тема, а она должна прям четко структурироваться с рабочей программы, простите, с федеральным стандартом. И у меня студентка говорит, заработная оплата преподавателя не предполагает такую умственную работу. Зачем я буду так вообще думать, стараться, если я за это ничего получаю? А у меня еще к вам вопрос, можно? Да. Раз вы преподаете здесь методическое СССР, а у народников, конкретно народников, мы просто сталкивались уже не один раз, методика сама преподавания есть? Да, да. Кто ее здесь правил? Не могу вам сказать, кто это. Потому что мы сталкивались с тем, что человек, который закончился в СССР, потом сразу в консерваторию, без колледжа, одного, с того, с того, с того. Методики не знали? Ну, а тут уже что-то. У нас, кстати, с кем, но уже несколько таких случаев. То есть, великая, но с детьми работают, не угрызывают. Великая, да. Знаете, это очень тоже все учили. Понимаете, сейчас вы в городе, конечно, живете, а мы живем в сельской местности, да? У нас очень все равно пакет идет обреживание. К президенту обратились, у себя, чтобы убрать бумажную поворотику. Я не знаю, что они засыпали нас бумажной работой. Я вас понимаю очень. Я, к сожалению, тоже, ну, мы тоже все страдаем. Представьте, я вынуждена здесь, мы как бы педагогу позвобождаем частично от этой, от этой, от этой. Когда они собираются, что-то сделают. Не, может, они физически, они, ну, не реально, что-то по-моему нарисуют. Вот, поднимай, ну, не дует ничего. Мне в 60-х годах, да? Я уже большой опыт работаю, я уже в 62-м году работаю, в 43-м году, да, мы с оканец в школе. В советское время за такую нагрузку я получала за 400 с лишним рублей. Сейчас я получаю 40 тысяч вместе со всеми конкурсами, там, со всеми, сельскими, со стимулирующими и так далее. Зачем так обижать педагогу? Я уже как-то же выходить на Москву и говорить об этом. Я один раз позвонила на открытую студию Путину. Соловьев потом мой вопрос перевернул на передачу. Я пойму, поэтому... Это я задала 8, по-моему, 69, что-то такое. Ну, как-то, 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 как-то. Я его с тех пор терпеть не могу. Почему, говорю, 100 уже 12, а у нас вот столько ставка. И при чем мы загружены? Ну, к сожалению, опять вот я возвращаюсь к этому. Ну, мы вынуждены этим заниматься. Пока. Может быть, что-то поменяется когда-нибудь, но пока. Я не знаю. Я вот когда в Союзе была, ну, что вы еще, да? 25 лет мы ждали, чтобы сравняли старшие и 26 часов. Да нормально, что выкладываешь сын. Миллион раз больше. Я из опыта работы это могу сказать. Ну, а как-то, знаете, это сельхо не сравняет, да? Да. Слушай, что это такое? Вот педагога, когда у меня там стоят семинары, ну, не разу не повысили зарплату педагогов. Ну, не разу. Ну, а что подержишь? Я звоню абсолютно полу. Хоть у меня в Евгене уже по тебе приеду. Ну, встыдно. К сожалению, мы с вами не поставили такие рамки службы. Я, друзья, стыдно, за проведение за наших. Стыдно. С позиции в Евгене уже прожили. Идем дальше. Извините. Да нет, я понимаю, я уже прекрасно понимаю. Давайте мы дальше будем рассматривать мастер-класс. Мастер-класс это еще один из способов трансляции своей педагогической работы, своей педагогического мастерства. Это разработанная авторская методика, транслирует опыт выступающего. Тематика мастер-классов, мы с вами знаем, бывает различно. Это может быть анализ существующих проблем, это может быть поиск решения проблемы, это может быть транслирование методов различных приемов, действия и работы специалистов-мастеров. Формы проведения мастер-класса тоже бывают. Мастер-педагог, педагоги повышающих квалификаций, мастер-педагоги по профилю деятельности, и мастер-педагоги, воспринимательные методические объединения, методисты. Задача мастер-класса. Транссирование педагогического и исполнительского опыта с пояснением последовательности действий, демонстрируя формы, методы и приемы. Оказание методической и педагогической помощи участникам мастер-класса. Совместная деятельность для достижения результативности «Солнышко пропало, хорошо видно стало». Рефлексия участников мастер-класса. Идем дальше. В ходе мастер-класса участники знакомятся с методикой, участвуют в обсуждениях, задают вопросы, получают консультации, озвучивают собственные проблемы, высказывают свои положения по их решению. Основное преимущество – это индивидуальная работа с закреплением практических знаний и навыков и развития гидкости мышления. Хочу сказать, что разница между мастер-классом и открытым уроком она на самом деле велика, потому что мастер-класс не предполагает вообще никаких лекций, никаких материалов, да, и все-таки это практические задания, практическая работа, а открытый урок – это все-таки теория, которая сопровождается практическими примерами на практике. Методика проведения не имеет строгих, единых правил и требований. При планировании мастер-класса необходимо определить тему, помещение удобное для проведения. Очень важно узнать о степени квалификации педагогов, участвующих в мастер-классе. Я думаю, что, наверное, сталкивались вы с этой проблемой тоже, когда вы, например, мастер-класс проводили в какой-то, да, в какой-то, ну, часто у меня бывает, я, например, приезжаю в какую-то область, да, и есть люди, которые по специальности, да, не имеют образования, поэтому разговаривать с ними, ну, например, это был у меня такой момент – аранжировка, да, то есть говорить об аранжировке и рассказывать о методах переложения, если они не владеют нотной грамотой, были и такие варианты, то есть нотной грамотой не владеют. Поэтому, конечно, очень важно узнать о степени квалификации, иногда просто то, что ты приезжаешь, но просто им невозможно преподнести. Создавить план мастер-класса, решить, какие методические поступки, дидактические материалы будете применять в работе, задействовать технические средства компьютер-профессорка и, безусловно, со стороны администраторов позаботиться о наличии воды, чая, продуктах питания, если это будет с перерывами работой. Мастер-класс. На мастер-классе не должно быть лекции, доклада. Он может состоять только из практических примеров. Ну, мероприятие, естественно, должно быть грамотно распланировано, чтобы оно было интересно. И тут, конечно, время не ограничено. От нескольких часов до целого дня нужно занимать мероприятие. Условно делится на этапы. Вступительная часть – это деятельность педагога, это приветствие, рассказ о себе, о своих достижениях, о своих результатах работы. И как-то характеристика темы, которую он собирается демонстрировать. Учащиеся тоже показывают деятельность учащиха. Основная практическая часть понятия – транслирование педагогического опыта и подведение, рефлексия, обсуждение. Ну, желательно в процессе подготовки выполнить подготовку видеозаписи. Ну, я думаю, мы все это с вами знаем, еще разочеку уточним. Значит, корректировка. Засечь, посмотреть. Посмотреть доступность темы с вашей стороны, да. Выбор методов приема, правильно ли был осуществлен с вашей стороны. Раскрыта ли тема. Как вы ведете беседу, да, культура лично. То есть это важно для этого. Это, в первую очередь, придаст вам уверенности в работе. Ну, и как бы усилит, так скажем, итог. Сейчас мы с вами приходим к следующей части. Вспомним с вами опять самое начало требований, которые нам предъявляет государство. Да, и это у нас личный вплач в повышение качества образования, в совершенствовании методов обучения и воспитания, активного участия в работе методических объединений. И мы с вами будем сейчас рассматривать методические пособия. Это тема, мне интересно, я люблю методические пособия вообще. Активное участие в работе методических объединений, методические пособия. И мы с вами знаем, что у нас за время нашей педагогической деятельности накоплено очень много материалов, которые мы можем использовать не только в работе с детьми, но и можем поделиться нашими знаниями с коллегами, с молодыми коллегами. И это очень важно, особенно для деятельности детских музыкальных школ, детских школ. Методическая работа преподавателей реализуется в различных письменных и электронных материалах. И мы сейчас с вами рассмотрим виды методических работ и их опонувления. Самый простой – репертуарные сборники и христианатии. Это издание, которое содержит произведения одного или нескольких авторов, и еще может содержать различные методические, научные и информационные материалы на определенную тему. Репертуарные сборники выводят коллективные, вы можете составить это группой людей, а может быть авторские составы на одну и другую группу. В этой христианатии, в этой репертуарном сборнике, они должны быть, материал должен быть отобран по признаку жанра или темы и расположен систематично. Репертуарные сборники и христианатии, они подводят итог проделанной работы преподавателя. Мы об этом с вами говорим, да? И весь материал, созданный вами за определенный период, он собирается. И, естественно, я уже сказала, там можно воспользоваться и другим специалистом вашего. Что может включать в себя репертуарные сборники? Он может быть из музыкальных произведений состоять, может быть наполнен методическими рекомендациями и информационными материалами. Приблизительно вам показывают, да, варианты. Содержит учебный и концертный репертуар, систематизированный по степени трудностей, изгруппированный в тематический раздел по жанрамам. Принесла тоже вам для примера несколько репертуарных сборников, тоже можно их посмотреть. Я вам просто их для примера принесла, чтобы понимать, да, сравнение. Ну вот, один просто репертуарный сборник, другой репертуарный сборник с методическими рекомендациями. Вот репертуарный сборник, смотрите, очень интересно придумана, очень интересная идея. Это ансамбль. Ансамбль. Прикладаватель сделал ансамбль для ученика и учителя. А вот эти квадратики, это ученик может рисовать. Да, то есть рисовать картинку к пройденной пьесе. На мой взгляд, интересная очень идея. И даже их нету. Это надо, знаете, спросить. Я просто вот взяла, принесла, не могу вам сказать, есть они или нет. Ну, внизу не было. А это, знаете, надо... А, внизу не было? Внизу не было. Не могу вам так сказать. Ну, надо подойти еще вот методически. А как мы выказали, если что? Ну, я вот правда еще не могу вам сказать. Это не тот кабинет, надо подойти. Может, я поэтому ее не принесла, потому что не было. Я собирала. Что касается методических рекомендаций в репертуарных сборниках. Это комплекс предложений и указаний, определяющих наиболее эффективные методы и формы работы для решения какой-либо учебно-педагогической проблемы. В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. Вот, например, вот этот сборник, да, сейчас, вот так, кому рекомендован? Может быть, педагогам, родителям, методистам указываем. Вот я его копировала, да, чтобы показать вам. Это репертуарный сборник с методическими рекомендациями. Их есть пьеса, а внизу написано, как нужно начинать работу, на что нужно обращать внимание, да, какие нужно цели и задачи при работе над этим произведением, да? Ну, в советское время еще до советского... Все учебные были такие, мне целая куча там, так все хорошо написано. Да, все-таки, ну, я бы скажу, что мы с вами тоже можем быть такие же балансы, имея опыт, так вот, мы тоже можем этим заниматься прекрасно. Очень красиво, и самое главное, что, ну, новые сборники, вообще все новое, хорошо забыто старое. Да. Христоматия. Ну, мы знаем, что христоматия – это издание, которое используется для образовательных целей, и в которое в соответствии с определенной системой отбираются конкретные произведения. Произведения, которые развивают учащихся. Просто вам картинка представляет, да, христоматия может быть, вот, по сальфиджу. Там вставлены нужные примеры, вокальные. Они будут сальфиджировать на уроках. И, ну, христоматия, ваша тема, по-народнику, да? Какие требования к оформлению репертуарного сборника? Текст должен быть набран в нотных редакторах. Самые известные, да, самые, так скажем, востребованные – это «Сибирь», это «Финал», но есть еще и другие, вот тоже, которые используются. Произведения одного сборника должны быть оформлены в одном стиле. О чем имеется, что имеется здесь в виду? Что если первая, например, набрана в Сибирь, то вторая картинка и не может быть отдельно вырезана из файла, да? Потому что она уже будет качество другого и мутное. То есть они должны быть все… Если мы набираем все в Сибирь, то и шрифт должен быть одинаковый. Все должно быть одинаковый. Объем репертуарного сборника не менее сорока страниц. Должен обязательно быть титульный лист с указанием названия автора. Страница с содержанием, обязательная нумерация. Можно использовать иллюстрации в репертуарном сборнике. Текст от автора. Это может быть пояснительная записка, это может быть методические рекомендации. Это может быть введение. От составителя. Это может по-разному звучать. Иногда в репертуарные сборники помещаются и видеофайлы. Тоже можно использовать. Это и в три видеофайла. Ну и рецензия, видите, у меня по желанию. То есть не всегда признаются требования к методической работе обязательно по тому, чтобы она должна была быть там рецензия. Следующий вид методических пособий – это учебное пособие, методическое пособие и учебно-методическое пособие. Это материал. Это пособие, да? Который включает в себя систематизированный материал. Который раскрывает суть особенностей методики преподавания. Он может состоять из теоретического материала и из дидактического материала. Немножечко о подразделении. Да, чем они отличаются друг от друга? Учебное пособие – это издание, которое частично или полностью заменяет учебник. Его нужно официально утвердить. То есть учебник не может быть без грифа. Обязательно. Методическое пособие – это учебное издание, в котором подробно излагается последовательность освоения определенного учебного материала. Методическое пособие может быть сценарий, может быть план выступления, может быть какое-то творческое задание. Методическое пособие могут быть карточки, схемы. Методическое пособие может быть видеоматериал, аудиоматериал. И учебно-методическое пособие – это материалы по методике преподавания, изучение данной дисциплины и раздела части или воспитания. Можно мы посвечем на футбикинг, грифом государственным, специально-методическим, специально-методическим, как это называется? Это собирается специальная методическая комиссия, которая отвечает за образовательные ресурсы области или страны. И только они могут вправить ваше учебное пособие. Но это, по сути, учебник. А учебник у нас должен строго соответствовать ГОСТу или ГОСТу. А проверку осуществляет по тому, насколько он у вас наполнит и соответствует только организациям, которые занимаются, так скажем, изучением, то есть непосредственно работой. Что-то в интернете есть такие учебники, там Галина Ивановна Крымова, вот у нее такой есть, вот у нее книжка, вот у нее книжка эта спечатная. Там вот это считается и учебник. Это в титульном листе будет написано. Мы сейчас пройдемся. Это должно быть написано. То есть это будет написано на титульной стороне, наобратно. Там будет написана вся информация о книге, вы можете там понять. Есть там утверждение это или нет? Конечно, да. Расскажите, пожалуйста, а вот металлическое пособие или металлическая разработка, они могут не утверждаться, да? Могут не утверждаться, да. Спасибо. Потому что это же ваша авторская идея. Это учебная, это металлическая. Да, они разные. Можно назвать металлические, но еще иначе. Очень важно, вообще, очень важно к названию относиться внимательно. Потому что к чему-то предъявляются очень строгие требования. А что-то является вашим авторским видением, и вы можете как угодно его располагать. В данном случае это методическое пособие. То есть вы можете что угодно делать там. Это ваше видение, ваша авторская. Ваша методика, собственно. Да, да. Поэтому как вы ее хотите расположить, так вы располагаете ее. А учебник, это то, с помощью чего вы занимаетесь обучением. А обучение, значит, вы должны заниматься, соответственно, требованием, которое предъявляет государство. Ну и учебно-металлическое уже сказали, да, пособие. Ну вот, как выглядит, например, учебное пособие. Ну, разные они, да. Я просто взяла, вот, например, учебное пособие. Школа игры на понятии. У нас здесь есть тоже, я принесла тоже учебное пособие. Не знаю, так, потому что там, вау, вот учебное пособие есть. Вопросы методики по обучению, да, и слушание музыки тоже по программе. Дальше. Ну вот я покажу слушание музыки, да. Дальше методические пособия. Методические пособия могут быть разные, да. Они могут содержать аудиоматериалы. А могут содержать методику последовательности действий. Методические пособия могут быть в форме дисков, да. В форме видеоматериалов. Они могут быть в форме, там, пособий, музыкальные инструменты. Это лото, да, то есть это игра. А, я не знаю, я вам еще раз говорю, я вам взяла показать, я не знаю, есть они или нет. Это может быть, вот, музыкальное лото, игра, ноты с детьми учат, пособия ключеской печени учат. Это тоже методическое пособие. То есть они бывают различные. Вот, да. Методические пособия. Это могут быть авторские произведения, которые записывают в аудио-материале. То есть варианты различные методические какие-то, не знаю. Это надо спросить, если я взяла. Методическое видеопособие, вот на примере Гарина, да, Мэри Синкомана, Альбинзон. Не покажет, к сожалению, у меня, потому что я забыла вставить. Состоит из трех частей. Первая часть, она играет Гарину, сонату. Потом она рассказывает о творчестве Гарина, сонату. А потом она непосредственно детализирует разбор самой сонатами. То есть из трех частей состоящие. Тоже методическое пособие. Ну вот, методическое пособие. Методическое пособие. Вот, кстати, обратите внимание, коллеги, это тоже методическое пособие. Это репертуарный список. То есть это пьесы, которые мы с вами разучиваем в процессе. Это тоже методическое пособие. Да. И очень востребованное, кстати. Потому что очень многие педагоги нуждаются, особенно молодые специалисты, нуждаются в репертуарных этих материалах. Тоже методическое пособие. Как его можно обозвать? Методическое пособие. Как вам угодно можете его назвать. Главное, чтобы было именно его определение. Методическое пособие. Вот, ну вот мы назвали, как у нас это серия. Репертуарные политики в процессе обмечения наполения. Можно, пожалуйста, замудренно. Можно просто репертуарные политики. А можно педагогический репертуар, да? Можно. То есть там перечина, да? Не обязательно ноты. Смотрите, ну вот здесь, в данном случае, в этом сборнике, в этом методическом пособии, да? Сначала идут в первый раз требования, которые предъявляются скучающемуся. А потом по этим распределены, по айфоне, этюды распределено по этим, да? Крутная форма. Ну, это учебная программа, в принципе, да? Да, но это тоже является методическим пособием. Я просто это к тому, что вы можете и вот такую вот работу сделать. То есть это тоже засчитывается, это тоже методическое пособие. Только рабочие программы. Нет, рабочие программы, да, много другого. Нет, мы посодержали, что-то есть. Вот здесь, скорее всего, это, да. Скорее всего, это репертуарный список в рабочей программе, да. Ну, это как ваги, да. Конечно, это отдельно. Я говорю, что действительно очень востребован, потому что смотрят. И не обязательно нотные примеры, да? Не обязательно. Нет. Вот просто, да, мне очень. Ну, там должна быть ссылка, да, где взять? Нет, нет, нет. Даже не обязательно. Нет, вы просто прописываете требования, просто прописывайте, что, какие вы рекомендуете произведения для такого класса. И все. А в требованиях указывают, да? Первый класс должен пойти. Да, да, да. В общем, учебного года. Да, 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 совершенно верно. И вот эти вот требования, они должны соответствовать вашей рабочей программе. И должны соответствовать. Да, да. И примерному учебному плану тоже должны соответствовать, потому что там технический зачет прописан у вас, когда, и прописаны, когда там у вас академические концерты. Идем дальше. Учебно-методическое посудие. Ну, вот учебно-методическое, я же с вами говорил, что это вот курсы, это конспектные лекции, по-другому можно назвать учебно-методическое посудие. Ну, в данном случае, вот я показываю конспект лекции для студентов, о котором я и говорила, да, вот я имею в виду конспект лекции. Учебно-методическое посудие. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Идет лекция введения журнала, где я расписываю, да что такое, как нужно ввести журнал, да. И обратите, пожалуйста, внимание, обязательно вопросы и задания к теме. Дальше. Внеаудиторная самостоятельная работа, работа в тетради. И рекомендуемая литература по теме. И что еще прочитать дополнительно к этой теме. То есть это, конечно, обязательные условия в учебно-методическом посуде, так же, как и в учебном. Ну и вот тоже, да, аранжировка народной песни. И тоже, опять, примеры, задания, вопросы по теме для самоконтроля. Задания неаудиторные и список литературы. И темы. Сейчас мы с вами поговорим о структуре. То есть что входит во все эти сборники, да. Структуру печатных изданий. Во все. И в репертуарной, и в хрестоматии, и в учебнике, и в учебно-методическом везде. Это титульный лист, аннотация, введение, основная часть, примечание, список литературы, содержание. Сейчас мы рассмотрим на двое. Ну вот, например, на титульном листе размещается название сборника. Ну, например, писем-музык. Вид пособия напишем. Репертуарный сборник. Номер серии, если есть. Выпуск 5, например. Это то, что касается титульного листа. А вот обратная сторона титульного листа. Посмотрите, пожалуйста. Она содержит очень много информации, о которой вы как раз говорили. Как узнать о том, где является это. У нее есть на обратной стороне титульного листа. УДК. Это универсальная десничная классификация. Это основная систематизация накопленных знаний в библиотеках. Она размещается, согласно ГОСТу, в левом верхнем углу оборота титульного листа. Следующая после УДК размещается БВК. Библиотечная библиографическая классификация. Это классификационная система России. Согласно ГОСТу, она тоже обязательна и должна быть тоже на обороте титульного листа сразу под УДК, универсальной десятичной классификацией. Откуда они берутся эти? Очень просто. В нашем время совсем просто. Выходим в интернет, набираем. И можете там рассчитать. Там прямо есть таблица. Вот мы говорим о таблице. Что полная, видите, универсальная десничная классификация. Есть издание полное. И можно там искать. А можно просто в интернете набрать. Очень быстро выходит информация. Как определить УДК, например. Как написать УДК. И тут же выходит очень-очень много информации. И вы можете ее распределить, найти. Дальше идет авторский знак. Авторский знак определяется по первому элементу библиографической записи. Обычно это фамилия индивидуального автора. Заглавие произведения. Реже это может быть номинальный коллективный автор. Если много авторов, то название по заглавию. Первый бук по заглавию. Следом за авторским знаком идет аннотация. В аннотацию входит кратко. Мы там записываем информацию о книге. То есть информацию о пособии. Мы там прописываем рассмотренные вопросы. Предназначение выпуска с первого возможного применения. И источник опыта, который уехал в основу работы. И вот дальше идет международный стандартный книжный номер. Он приобретается в книжной палате. То есть для этого нужно ваши сборники отправить в эту книжную палату. Они там проводят регистрацию. И присваивают вам отдельный индивидуальный номер. Это услуга платная. Очень дорогая. Но какие преимущества? Не знаю, является ли они преимуществом. Но для меня не особо является преимущество. Но с другой стороны, какие преимущества? Ваша книга занесена в ревесток. И по вашим нутам всегда ее можно найти. То есть набирают и она выходит в любых поисковых системах ваших книгах. Если вы приобретаете. Там еще рассылается по библиотекам. Совершенно верно. В России. Но поэтому, да. Рассылается по библиотекам. Но тут тоже, знаете, это рассылается по библиотекам. Это спорный вопрос. Туда рассылается пять книжных экземпляров. Ну вот отмечают эту распределение. Да. И они распределяют по своим библиотекам. Вот эти пять. А уже дальше, как вы будете распределять их? Это уже... То есть что-то автор сам тут подарит. Что-то у него. Совершенно верно. Что-то в книжном магазине. Ну такой вопрос, заинтересуются ли, например, печатные издательства в вашей работе. Они могут вполне заинтересоваться тоже после регистрации в книжной палате. Иногда, кстати, они интересуются и не только в книжной палате, если появляются. Они на методических конкурсах, на различных. Они там присутствуют очень часто и смотрят информацию. Иногда могут предлагать издание в своей типографии. Что у нас находится в введении? В введении. Опять мы говорим о том, что нужно обоснование необходимости составления. Краткий анализ. Для кого мы это способие составили. Даем определение. Какие результаты мы ждем по итогу. И в чем новизна и чем отличаются другие стороны. Что содержит основная часть? Основная часть, ну естественно, излагается логично и последовательно. Вот дальше, о чем мы с вами говорили. Что учебное и учебное методическое пособие должно соответствовать в ГОС и ПГТ, утвержденной учебной программе дисциплины. Рубрики основной части текста должны соответствовать логике изложения учебного материала. И должны отключать вопросы, задания, упражнения, пройденные темы, а также дополнительный список литературы для изучения. Приложения. Приложения могут быть примечания к нотным примерам, текстовые задания, примерные вопросы к викторинам, таблицы, схемы, нотный материал. Ну, дальше идет список литературы. Мы с вами знаем в алфавитном порядке составление по определенным правилам оформления. И дальше мы с вами говорим в пособие дополнительно включены. В методическое пособие может быть включена теоретическая часть. где характеризуется методика практическая часть и дидактическая часть. В учебно-методическое пособие могут быть помещены тематические разделы, заключения, справочный библиографический аппарат и библиографический список. Не могу произнести сегодня везде. Отдельно рассмотрим с вами рабочие тетради. Рабочие тетради – это пособие, которое имеет особый дидактический аппарат, который, собственно говоря, организует самостоятельную работу учащегося или не аудиторную работу учащегося. То есть это домашняя работа и самостоятельная работа в классе. Рабочая тетрадь предназначена именно для этого. Теоретические и практические везде. Тоже принесла две рабочих тетради. Можно будет их посмотреть. Ну, разные, какие были. Эта тетрадь по музыкальной литературе, кстати, очень интересная. Педагог в свое время у нас проходил конкурс методических работ. И вот преподаватель заняла первое место у нас среди методических работ. Очень интересная рабочая тетрадь. Составлен он в музыкальной литературе. Ну и рабочая тетрадь по учебному методическому обеспечению тоже. Так. Требования к структуре и содержанию рабочих программ. Это информационный комплекс по каждой теме. Задача упражнения – вопросы для самостоятельной работы студентов или учащихся. И обобщение и заключение по каждой теме. Примечание, резюме, выводы, контроль, вопросы. Как выглядит рабочая программа, да? Где еще можно применять наших... Как еще можно воспользоваться нашими методическими работами? Ну, это как раз то, о чем я вскользь упомянула. Это конкурсы. Различные конкурсы. Конкурсов сейчас на просторе интернета огромные. Важно на что обращать внимание? В первую очередь обращать внимание на то, кто является организатором конкурса. Не секрет для вас, что существуют коммерческие конкурсы и конкурсы, которые имеют внушую направленность специализированной. Конечно, коммерческие конкурсы не особо ценятся, так скажем, на них не обращают внимания. Но есть конкурсы, которые имеют определенную направленность. И как мы можем определить? Прочитав положение, в положении мы увидим, кто организатором является конкурса, кто его поддерживает. Как правило, это Министерство культуры или Министерство образования. И, безусловно, это, скорее всего, должно быть какое-то образовательное учреждение. Может быть, школа, это может быть СУЗы или ВУЗы. И еще необходимо обязательно – это лицензия. Лицензия помещается, как правило, на самом сайте, в конце, ну или в положении тоже она прописывается. Тематика конкурсов бывает различная. Поучаствовать в конкурсе можно не только в качестве того, чтобы отправили туда своего ученика, или чтобы отправили свою методическую работу. Вы можете присутствовать в качестве члена жюри, вы можете участвовать в качестве эксперта, вы можете написать лицензию, то есть существуют различные формы участия в конкурсах. Обратите внимание, да, участие в составе жюри, конкурсы для педагогов, лицензии можно составить, можно творческими группами участвовать. Различные. Ну и ценовая политика тоже разная. От старых людей и до полутора, до двух и даже больше. То есть здесь все зависит от того, тематика конкурсов различная. Да? Абсолютно. Ну и есть, конечно, лаборатория, да, творческий конкурс. Да, есть, конечно, организации, которые занимаются всерьез, строго, сурово, знаете, да, наверное? Томский областной учебно-методический центр, то, что туда отправляется. Вот там очень часто встречается в составе жюри из типографии различные специалисты. И вот оттуда тоже можно приходить информация, да? Видите, да, международная олимпиада. Различные. Ну и самое главное, наверное, последнее, о чем бы я хотела сказать, что методическая работа, в любом ее виде, это ваш труд, это ваше авторство, это ваша работа. И вы должны четко понимать, что как только вы ее размещаете, даже если частично, в интернете, да, то вы уже автоматически можете столкнуться с несправедливостью по отношению к вам, и вашу работу могут использовать. Это самое, так скажем, маленькое, самое вредное, самое страшное, что потом могут заявить, что это не ваша работа, а чья-то другая. Поэтому вы должны себя обезопасить. Для этого существует авторское право. Авторские права возникают в момент создания произведения. Они выражены в любой форме. Письменное, узное, изобразительное, аудио, видео, иные формы. Обезопасьте себя, пожалуйста. В момент создания автор приобретает всю полноту авторских прав, и в праве защищать их. Но это право необходимо дополнительно зарегистрировать. И есть два способа. Первый способ – это депонирование, передача на хранение. Применяется для письменной и узной формы произведения, для временного определения существования авторского объекта на момент регистрации. То есть у вас есть методическая ваша работа. Вы приходите в депонентный, вот у нас здесь недалеко, через дорогу, даете им свою работу. Они ее кладут в ячейку на хранение, дают вам сертификат, где написано, что такого-то числа вы вложили какую-то работу методическую, и она является вашей авторской. И выдают. Это не стоит недорого. Ну, прямо недорого. Но вот эту вот бумагу, я на собственном опыте вам скажу, что я ее предъявляла уже неоднократно. И в Яндексе, и в Майли, везде. Вот во всех платформах я ее высылала. Потому что во всех платформах было размещено, и они удаляют работы ваши. Удаляют. Яндекс, но им требуется подтверждение. Просто так они не удалят. Вот я вложена на исполирование. Есть другой способ еще. Это Роспатент. Это регистрация авторского права. Это сложнее, конечно. Оно удостреляет авторские права, но с другой стороны освобождает вас от судебных каких-то сложностей, трудностей. То есть она будет есть, и будет у вас уже это, и уже вы будете равноправным, скажем, ее владельцем. Есть у вас вопросы какие-то? Спасибо. А еще вот можно спросить, вот дипломы свои ребята размещают, допустим, для покупки платно. Это у них, они сами размещают, они что-то с этого получают? Дипломы какие? Ну вот свои дипломные работы, вот там, курсовые. Вы знаете, это очень стурный момент. То есть вот часто в интернете просто это видите? Я, очень сложно сказать. Возможно, заключается договор какой-то непосредственно с платформой, на которой они размещают. Возможно. Но на самом деле это очень неблагодарное. Это же тоже копироваться может. С одной стороны, очень часто можно найти в интернете любую информацию, с одной стороны. А с другой стороны, на собственном примере, расскажу, это не касается сборников, я с детьми разучила песню. Автора, он наш с вами современник, он живет в Санкт-Петербурге. Я их сняла и просто перезлала кому-то через ВКонтакте. И мне через пять минут позвонил автор. Через пять. Это вот в самом деле. Вы их нападали какой-то клиент. Да? Куда? Я вам дали? Ты самому, да что? Я не знаю, как его. Вот для меня это способ. Я уже закончила. До сих пор загадка для меня. Как он это сделал? У него, видимо, пускай веки или как-то у него что-то сработает. Я не знаю, как через пять минут. Ну а если вам, я знаю, идея, у меня тут есть этот канал, я так вижу, что все так раскладываю. Я вообще, вообще, авторам, что наоборот, пожалуйста, пожалуйста. Вы должны были спрашивать у автора на разрешение. Но вот, к сожалению, вы сейчас нарушаете его транслирование, его работ, потому что с ним согласились потом. Он уже не будет. К сожалению, да, я прям нечисляю. Я убрала. Я могу вас попросить пересесть поближе, чтобы сделать фотографию? Можно. Не зависетьте, пожалуйста, по-моему. А еще, пожалуйста, на сайте. Еще пожелание. Можно методические, 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 а какие-то, где-то, интерфланты, скейские, да? Вот можно, чтобы тоже на сайте были образцы? Вот то, что сегодня вы или нужно здесь как-то подготовили. Ну вот, может быть, вот этого достаточно или нужно что-то еще дополнение? Нет, вот сейчас есть материалы. Можно это за его? Ну, обычно мы размещаем. Ну вот надо, у нас Наталья Алексеевна. Или мы же с вами с вами с вами с вами с вами. Или с вами с вами с вами. А там мы с вами с вами с вами с вами с вами. Нет, ну, я вам, знаете, я вам прям презентационный. Спасибо, потому что у меня его вот так, в порядке. Мы даже учимся. А 16-го можно в площадь привести и вы, допустим, сбросите? Ну, я Наталья Алексеевна, а 16-го? Наталья Алексеевна, я не витрина Сергеевна Юрьевна. В этом же компьютере вы не удалили? А, да, да. Можно, давай, я не витрина. А 16-го? Можно. Можете со своей площадью вывести? Спасибо. Ну, это вам, да? Я не могу фотографировать. 16-го, это Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна, да. Да, потому что я могу тогда. Я надеюсь, что на сегодня и полезна была эта информация. Я, конечно, очень сильно переживала, потому что не всегда реагируют, так скажем, многие говорят, что это очень сложно и нам это не надо. Это очень сложно. Это очень сложно. Такая проблема. Я надеюсь, что это очень сложно.